В этом видео мы будем изучать науку, которая называется Теология. Теология изучает духовный мир, в том числе духов, ангелов и прочих сущностей. В данном видео речь пойдет об архангелах стихий, ну а в следующих видео мы поговорим о стихийных духах. Итак, начнем. Архангелы, соответствующие четырем стихиям, связаны также с определенными планетами, что нередко ставит новичков в тупик. Но в действительности этот двойной набор соответствий не содержит никаких противоречий. Напротив, он лишь выявляет элементарное качество планет, ассоциирующихся с данными архангелами. Стоит отметить, сами архангелы не принадлежат сфере стихий. Они выступают в качестве сторонних надзирателей, управляющих стихиями извне. В этом видео мы поговорим о четырех архангелах. Первый из них Михаэль или Михаил, архангел стихии огня. Он также соответствует солнцу. Второй архангел в нашем списке Габриэль или Гаврию, архангел стихии воды. Он соответствует луне. Третий архангел Рафаэль или Рафаил. Он соответствует стихии воздуху, а также Меркурию. И последний архангел в нашем списке четвертый. Уриэль или Урию, архангел стихии земли, а также соответствует Венере. Это единственное из архангелов, почитаемое также в исламе, хотя и под измененными именами. Уриэль Азраил, Михаэль Микаил, Габриэль Джибраил, Рафаэль Исрафио. В канонической Библии упоминается только Михаил и Гавриил, хотя Рафаэль фигурирует в Дефтераконической книге Товита, а также вместе с Уриилом в апокрифической книге Еноха. Все эти четверо архангелов принадлежат к ангельскому чину серафимов, то есть огненных. Они называются так, потому что по преданию сотворены из огня. Вообще из этого чина происходят многие известные архангелы, в частности те семеро, которые допущены при лицо Божье, и некоторые из падших ангелов, например, Люцифир. О серафимах идет речь в Псалме 103.4. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ну а теперь перейдем к определению классификации каждого из архангелов. Архангел воздуха Рафаэль или Рафаил Имя Рафаэль означает «целитель Божий», и основная обязанность этого архангела состоит в целительстве человечества и земли. Это архангел стихии воздуха и покровитель путешественников. Его нередко изображают с посохом паломника. Он защищает всех странников и в особенности тех, кто путешествует по воздуху. Кроме того, под особым покровительством Рафаэля находятся все молодые и невинные. Свидетельство этому — история о том, как этот архангел защитил юношу Товия от злого демона Асмадея. Товид 3.6 Рафаэль — это архангел знания и общения. Говорят, что после всемирного потопа Рафаэль исцелил землю, а также навестил Ноя и вручил ему книгу «целительство», прежде принадлежавшую архангелу Разиэлю. Рафаэля обычно изображает с андрогиным лицом, прекрасным и тонким. В правой руке он может держать кадуций, а в левой — алебастровый сосуд с целебными травами. Архангел огня Михаэль или Михаил Из всех ангелов Михаэль был сотворен первым, и его нередко называют предводителем ангелов или первым среди равных. Обычно его изображают с мечом или копьем, а иногда еще и с весами. Как архангел стихии огня и солнца, он помогает людям достигать целей и исполнять свое предназначение. Михаэль особо ассоциируется с защитой, брачными узами и музыкой. Он покровитель праведных, именуемый также милостивым ангелом. В трактате 3 века н.э. «Завещание Соломона» именно Михаэль вручает царю Соломону перстень с пентаграммой, при помощи которого тот подчиняет себе демонов и заставляет их работать на строительстве храма. Михаэль неоднократно упоминается в Библии, причем в таких эпизодах, которые соответствуют его огненной природе. Так именно, Михаэль является Моисею в огне неопалимой купины. Исход 2.5 Спасает Авраама из огненной печи Нимрада. Берешит Раба 44.13 А Даниила из львиного рва. Даниила 6.22 Следует принять во внимание, что лев — один из символов огня. В Откровении Иоанна Михаэль выступает как вождь небесных воинств, повергающий антихриста. А в исламе его почитают как предводителя ангельских молитвенных хоров. Архангел воды. Габриэль или Гавриил. Имя Габриэль означает «сила Божья». Этот ангел — один из огненных серафимов. И обычно именно он доставляет людям божественное послание, олицетворяя ту связь между человеком, мирозданием и божеством, которая символически представляется в образе Луны. В Ветхом Завете Габриэль впервые появляется в книге пророка Даниила, открывая тому видение о пришествии Мессии. Этот же ангел возвестил Захарии о предстоящем рождении сына, Иоанна Крестителя, а Марии — о предстоящем рождении Иисуса. В исламе он известен под именем Джебраю и также считается вестником Божьим, принесшим Мухаммеду Коран. Как Архангел Луны и стихии воды, Габриэль — проводник и советчик на путях постижения бессознательного. Он помогает развивать воображение и сверхчувственные способности. Кроме того, он ассоциируется с домашним хозяйством, помогая поддерживать мир и благополучие в доме. Габриэль может представать как в мужском, так и в женском обличье. Архангел стихии Земли Уриэль — архангел стихии Земли, ангел мира и спасения. Его имя означает «Свет Божий». Уриэля нередко изображают с медным светильником или с пламенем в руках. Это ангел магической силы и применения силы вообще. Крайний тому пример — почитание Уриэля как покровителя землетрясений. Кроме того, он покровительствует астрологией, а в наши дни ассоциируется еще и с электричеством. Говорят, что именно Уриэль открыл человеку тайны алхимии и кабалы. Он воодушевил Авраама покинуть Ур-Хаудейский. Как один из самых могущественных архангелов, Уриэль считается хранителем ключей от ада и стражем преисподней. Если вам был интересен обзор четырех архангелов, то в следующем видео мы поговорим о стихийных духах.